Дай почитать. Огромная резкая рецензия приводит ее к нервному срыву, потом к психушке и к мысли, что надо как-то восстанавливаться. И она приезжает в Венецию погостить в трехэтажном палацце у зажиточной подруги. Она хочет не просто восстановиться, а попробовать написать новый роман, который повторил бы успех ее дебютного произведения. Несмотря на омрачнейшую погоду, усиливающуюся паранойю, гнетущее сомнение, Фрэнки медленно, но верно продвигается к своей цели. Она много и с удовольствием пьет, и это, как ей кажется, помогает рождению слов и формированию стиля будущей хорошей книги. Так проходит несколько недель. И Фрэнки, британская писательница, неожиданно знакомится с Гилли, якобы дочерью какой-то знакомой, обаятельной, стройной, ржеволосой и магически притягательной. Но Фрэнке все время кажется, что Гилли что-то скрывает, преследует свои корыстные цели. Роман «Дворец утопленницы» – омрачноватые, но восхитительные литературные путешествия в сознание писателя и уходящую под воду Венецию, как обещает обложка. На самом деле все атмосферно, таинственно, неспешно, дождливо, все в ожидании грядущего ужасного наводнения, темнеющее, мрачнеющее. Однако повествование все более лишается динамики, замирает, повисает, как-то становится более предсказуемым, тягомотным. Страниц 400 до конца читать достаточно сложно, но возможно. Книгу Кристиан Менган «Дворец утопленницы» активно продвигают и рекламируют, поэтому возможность сформировать свое мнение есть у каждого 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!